ВОЕННЫЕ ИДУТ В АТАКУ Сегодня российскому спецназу исполняется 67 лет. Задачи войск специального назначения всегда особо сложные, а порой, на первый взгляд, невыполнимые. Диверсионная работа в тылу врага, разведка и контрразведка, освобождение заложников и уничтожение незаконных бандформирований. В день рождения спецназа лучшие бойцы получают награды из рук командиров. Сегодня большая часть из тех, кто служит в Тольяттинской бригаде, воины-контрактники. В день профессионального праздника они показывают то, с чем приходится работать. Гостей ждут на выставке вооружения. Особый интерес к бронемашинам. Вот это предназначено для того, чтобы закрепить оружие. То есть сюда вот прикладом ставится, и поэтому она перекрепляется для транспортировки. Данные бойницы предназначены для того, чтобы прийти на наблюдение, они открываются. Эта машина полностью бронирована, еще раз повторю, поэтому на ней абсолютно безопасно себя чувствуешь. Сейчас бойцы спецназа закончили летний период обучения, сдали итоговую аттестацию. Боевые навыки на учениях оттачивают постоянно. Это «Тигр» – машина спецподразделений. С ней военные идут на штурм, прикрывают бойцов, сопровождают колонны. Сюда, на башню, можно установить оружие. В данном случае это пулемет. И вся эта конструкция может вращаться. Очень много стрелкового интересного оружия, включая стреляющие ножи, другие предметы, которые на первый взгляд не кажутся оружием, может быть, огнестрельным. То есть интересная подготовка, насыщенная. Каждый день у нас интенсивные занятия. За один год службы военнослужащий по призыву успевает овладеть техникой, получить навыки. И многие из них заключают контракт. Служить по контракту остался и Петр. С виду внимательный и осторожный снайпер шутит, похож на Лешего. Но такая форма, говорит дань профессии. Порой приходится часами сидеть в ожидании, и важно оставаться незамеченным. Свою работу называет творческой. Ведь перед каждым выходом снайпер сам создает свой камуфляж. То есть примерно как писать картину. Мы подбираем краски сами, исходя из рельефа окружающей местности. В данном случае я бы использовал серые тона и белые тона, если мне необходимо работать в это время, вот в этой погоде. Ну немножко, соответственно, коричневого, желтого. В день спецназа военнослужащие также вспомнили боевой путь своей воинской части. В этом году ей исполняется 73 года. В честь этого события здесь открывают памятный барельеф. Алина Чемерис, Василий Колдашов, События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова